Слушайте, я такой красоты, ну вообще для меня Молдова это оазис. Я вспоминаю советские времена, вот ехал смотрел на сады, я тут бывал не один раз. Для меня Молдова, когда я закрою глаза, вспоминаю, вас еще не было тогда, когда я здесь бывал, это сад, а в саду стоят домики чистенькие, красивые и живут красивые трудолюбивые люди. Вот для меня Молдова, прекрасная страна, я не зря сказал, что у меня очень жуткая ностальгия по тем временам, поэтому мое доброе отношение. Ну и, Голь, вы же задали вопрос по тому месту, где мы с Игорем вчера были, вы знаете, я человек прямой, даже на ваш вопрос я прямо ответил, если вы только подумаете о том, что я сказал, вы многое поймете. Значит, я ему сказал, что вот такой край, как Молдова, бесхозным никогда не будет. Вопрос только в том, кто будет здесь хозяин. Это важно для белорусы. Для белорусы тогда было очень важно лет 10-15 назад, и сейчас, уже чуть меньше, но важно. Точно в такой ситуации находитесь и вы. Поэтому вы подумайте, кто здесь будет хозяин. И Игорь Николаевич сказал, я знаю его позицию, вы должны быть здесь хозяева, потому что эта земля принадлежит не только вашим детям и внукам, но еще и вам. Мы еще проживем. Мы же не собираемся на тот свет завтра. Поэтому этот прекрасный край должен быть, должен быть всегда прекрасным для детей и внуков. Вот это я подружески вчера в узком кругу у вашего президента и той команды, которая там присутствовала, об этом сказал. И я очень хочу, чтобы вот те мои воспоминания, можно сказать, юношеские, всегда были со мной и никуда не исчезли и впредь. Я думаю, вот побывав в селе, я еще раз увижу, что вы потихонечку начинаете подниматься. То, что было 10 лет тому назад, уходит. Вы становитесь на ноги. Хочу, чтобы вы были здесь истинными хозяинами в своей стране. Суверенный и независимый. Ну, я так хочу. Может, кто-то по-другому, но я могу сказать, высказать свое мнение. Потому что Молдова для меня не чужая, и мы были когда-то в одном государстве при моей памяти. Более того, он генный и туда выше. Я ведь служил здесь на границе, как старый пограничник. Когда вот ребята со службы безопасности твои начинают мне рассказывать про эти города. Я вспоминаю тоже свою молодость, когда я с автоматом наперевес защищал эти рубежи. Поэтому вы мне не чужие, и я вам надеюсь тоже. Спасибо.